29 том Творения Святых Отцов Творение Блаженного Феодорита, епископа Кирского Часть 4. Толкование на книгу пророка Даниила Глава 7, стих 15, страница 141 Вострепетал Дух мой во мне, Данииле В теле моем, и видение головы моей смутили меня, ибо видение это, говорит, было весьма страшно, и неведение значения таинственных явлений смущало мысль и исполняло смятение. Я подошел к одному из предстоящих и спросил у него об истинном значении всего этого, и он стал говорить со мной и объяснил мне смысл сказанного. Стоящими называет пророк те тысячи тысячи, те тьмы тем, которыми не число определенное показал он, но выразил множество превосходящее всякое число и служащих, и предстоящих, потому что почетнейшие не только предстояли, но принимали повеление служить, прочие же тем, что стояли со страхом и изъявляли свою служебность. И как в человеческих судилищах одни из подчиненных стоят, показывая этим, что судилище страшно, а другие исходят и входят, принося судьи ответы. Так и в том наиболее страшном судилище Даниил видел, что тьмы тем предстоят, а тысячам тысяч вверено служение. Посему пришедшие, спрашивая, как объяснить себе откровение от одного из стоящих, говорит пророк, да знал я истину, ибо он сказал мне, эти большие звери, которых четыре, означает, что четыре царя восстанут от земли. Потом примут царство святые Всевышнего и будут владеть царством вовек и вовеки веков. Должно тщательно обратить внимание на то, что и здесь назвал четыре царства, как и в сказании о теле, говорил о четырех же. И не думал, что царство, означаемое глиняным, иное от царства, означаемого железом. Ибо там сказал, что конец железного царства слабее, и здесь также изрек, что из десяти рогов три исторгнуты, очевидно, как более других слабые. Поэтому, говорит, царство сии и рушится, а истинное и нескончаемое царство дано будет святым Вышнего. И потому продолжает, возлюбив то царство, ни во что, вменяя царство настоящего века, которое в непродолжительном времени примут конец. Тогда пожелал я точного объяснения о четвертом звере, который был отличен от всех и очень страшен, с зубами железными и когтями медными, пожирал и сокрушал, а остатки попирал ногами. Должно заметить, что зубы называют железными, а ногти медными. Поскольку римское царство со всех берет дань, то зубы назвал пророк железными. А поскольку многие из царства Македонского поступают в военную службу, и что у зверя ногти, то у царя воины, то справедливо назвал ногти медными. Потому что и третье царство нарек медным, и вот просил пророк о десяти рогах, которые были на голове у него, и о другом, вновь вышедшем, перед которым выпали три. О том самом роге, у которого были глаза и уста, говорящие высокомерно, и который по виду стал больше прочих. Не должно удивляться, что выше рог сей назван пророком малым, а здесь говорит, что видение его более прочих. Наближит же тщательно вникнуть в слова эти. Ибо когда я видел рог сей появляющимся, наименовал его малым, как возникающим в малом народе иудейском, и обладающий пока незнатным царством, а по исторжении им трех предшествующих ему рогов, справедливо видение его называет большим прочих. Посему продолжает еще вопрошать, почему. Я видел, как этот рог вел брань со святыми и превозмогал их, то есть уничижил их. Доколе не пришел ветхие днями, и суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые. Просил я, говорит пророк, объяснить мне, что означает тот рог, поступающий кичливо, произносящий высокомерные слова, уничижающий общество святых, пока ветхие днями не произносят на него правдивого приговора, не отдает царство святым и не сокрушает его державы. Об этом он сказал, зверь четвертый, четвертое царство, будет на земле отличной от всех царств, которые будут пожирать всю землю, попирать и сокрушать ее. Древние познавали это из таинственных видений, а мы знаем из опыта. Ибо видим исполнение пророчества, видим, как взыскиваются подати, многих угнетает нищета, ежедневно совершается все прочее. А десять рогов значит, что из этого царства восстанут десять царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничижит трех царей. Надо бы заметить, что не сказал, восстанут они один за другим преемственно, но восстанут в одно и то же время. А что это действительно так, свидетельствует присовокупляемое. А за ними, после них, восстанет иной. Если царствовали не в одно время, но преемственно один после другого, то как же смирит он в одно время трех из бывших до него. Поэтому явно, что по предсказанию, десять царей восстанут при конце в одно время. Антихрист же восстав и прияв царство последний, будет воевать с ними и сокрушить трех из них. Но недовольствие с победой над людьми, как сказано, против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего. Даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени. Приведет в ветхость, или, как считается в некоторых списках, смирит и помыслит переменить времена и закон, будет поступать с таким бешенством и неистовством, что на Бога Вышнего изрыгнет слова высокомерные и хульные, а тех, которые усердно ему служат и причастны святыне, подвергнет всем родам казней, даже вообразит возможным совершенно истребить господствующее благочестие и отменит подписываемый тем доблестный образ жизни, ибо это дает разуметь, сказав, помыслить, отменить праздничные времена и закон, то есть образ жизни, соблюдаемый в то время, потом присовокупляет. И они преданы будут в руки его, то есть попустит Божий промысл и показывает продолжение тех бедствий в крайней их мере, что не до конца забудет нищий, терпение убогих не погибнет навек, Псалом 9,19, после слов, что отданы будут в руку его, присовокупил. До времени и времен, и полувремени. Это яснее передал нам пророк в конце пророчества, ибо говорит, от времени применения жертвы всегдашней и дав самер за запустение на одни и тысячи двести девяносто. Данила 12,11 «Поэтому временем, временами и полувременем называют три года с половиною, в которые тот рог будет иметь власть, говорить великое». 26 стих «Затем восядут судьи, и отнимут у него власть губить и истереблять до конца». Сие же ясно преподал нам и блаженный Павел, ибо извекше сказано нами прежде этого присовокупилось следующее, только удерживающий ныне не позволяет ему. «После этого явится беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом у своих и упразднит явлением пришествия своего, того, пришествие которого по действиям сатаны будет со всякой силой, знаменем, чудесами, ложами и со всякой неправдой обольщением погибающих». А смысл слов всех таков. «Держащему ныне должно быть устраненным, ибо истребится обладающее заблуждение и прекратится идольская прелесть, и тогда явится беззаконник. Сей Господь изрек в священном Евангелии, проповедано будет Евангелие во все пределы земли, во свидетельство им, и тогда придет конец». Отсюда научившись, блаженный Павел внушает все совмники и самочерези их всем любителям благочестия. «Не думайте, что враг истины явится ныне, ибо прежде должно истребиться обдержащему идольскому заблуждению и утвердиться проповеди Евангелия, а потом уже явиться беззаконнику. Потом дает винить и погибель его, которого Господь Иисус убьет духом у своих и упразднит явлением пришествия своего. После сего показывает, каким образом явится он, его же, пришествие по действию сатаны, ибо дьявол будет подражать в отчеловечении Бога и Спасителя нашего. И как Господь, явившись в естестве человеческом, соделал наше спасение, так и дьявол, восприяв достойное своего лукавства орудие, посредством того покажет свою деятельность, обольщая беспечных людей ложными знамениями, чудесами и призраком чудес. И апостол, объясняя, почему Бог всяческих попустит, совершится, сему присовокупил, за то, что не приняли любви и истины для своего спасения, посему пошлет им Бог действия лжи, чтобы верили ей. Да, будут осуждены все, неверовавшие истине, но возлюбившие неправду. То же самое и Господь изрек иудеям, «Я пришел во имя Отца Моего и не приняли Меня, иной придет во имя Свое и Его примите». Яна 5.43. Это же и ангел, открывая Даниилу, говорит, слова на Вышнего против Всевышнего будут произносить слова и угнетать святых Всевышнего. Даже возмечтает отменить у них праздничные времена и законы, они преданы будут в руку и ладовремени, и времен, и полувремени. Затем воссядут судьи и отнимут у него власть губить и истреблять до конца. Видите, как открытое ангелам загадочное блаженный Павел изложил ясно. Господь, предуказуя восстание на святых, сказал, «Будет скорбь великой, какой не был от начала мира и не будет». Если бы не сократили изнитие, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Потом, преподав совет святым своим ученикам и через них и всем человекам, не обольщать со словами тех, которые будут говорить вот здесь или там Христос, потому что не скрыто и не тайно, но явно со славой Он явится, присовокупил. Тогда увидит Сына человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою, и пошлет ангела своих трубою, громогласный, соберут избранных его четырех ветров от концов небес до конца их. Это предсказуя и Даниилу ангел к сказанному уже присовокупил и против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего. Это означает царство же и власть и величие царственное по всей поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которого царство, царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться Ему. Здесь конец слова. Такой конец всего в жизни сей. Все царства земные примут конец, дано же будет вечное царство святым Вышнего. И они царстве будут усердно Ему повиноваться и служить, ибо царство Его вечное и не имеющее конца. Порок, выслушав сие, говорит, «Я, Даниил, исполнился великого страха, и потому не успокоились во мне помыслы мои, но смущались и непрестанно приходили в смятение, отчего и в лице моем произошла большая перемена. Однако же не разглашал показанных мне тайн, но соблюдал их в сердце». Этому научил нас блаженный Даниил. А я, оставив теперь обвинять иудеев, весьма дивлюсь некоторым учителям благочестия, которые четвертого зверя назвали Македонским царством. Им должно было, во-первых, принять во внимание, что третий зверь имел четыре головы, что ясно давало видеть происшедшее по смерти Александра разделение царства на четыре части. А потом должно было не опускать из виду, что четвертый зверь в одно и то же время имел десять рогов, и малый рог из сорок три бывших перед ним рога. Но царство Александра приняли четыре, а не десять царей. Если оставишь все прочь и обращусь к концу, то должно было сообразить сказанное, что по истреблению четвертого зверя царство дано будет святым Вышнюю, потому и судьи сели. Но святые Вышнюю приняли царство не после Антиоха и Епифана. Если б боженные Маковеи приобрели некоторую силу, то ненадолго. Иуна начальствовал три года, и Анафан девятнадцать лет, Симон восемь и прочие, опасаясь, чтобы, говоря о каждом, не пробить слово, после коротковременной власти или умирали, или по некоторых обстоятельствам лишались начальства. При том же, не все они святые, но некоторые из них вдавались в пороки. А если положим, что все они святые, то Ирод истребив их, объявлен был царем всей Иудеи. Поэтому будет ли истина сказанная ангелом, что по сокрушении того рога царство и власть и величество царей, которое под всем небом, дано святым Вышнему, и царство его, царство вечное? Ибо все это неприменимо к маковеям. Им и царская власть не была вверяема. Но как военачальники побеждали, они вскоре восприняли конец. Посему под четвертым зверем остается разуметь царство римское, потому что при конце его восстанут в одно время десять царей. Садитель же всякого лукавства и наставник в том явится последним, все то дело и претерпевая, что о нем открыто нам в пророчестве. По низложении же его откроется пришествие Бога и Спасителя нашего, наступит суд всех человеков, и отверстия будут книги и памятники того, что сделано в жизни каждым. Предано же будет огню тела зверя, то есть те, которые отъяли владычество у души, представили власть телу и водили жизнь плоским мудрованием. Дает же праведный судья царство святым, вызывая, придите благословенное отца моего, наследуйте уготованное вам царство от создания мира. Да даже он получит то всем нам по благодати и человеколюбии Господа нашего Иисуса Христа, с которым слава Отцу со святым Духом во веки веков. Аминь. Отделение 8, глава 8, порока Даниила. В третий год царствования Валтасара царя явилось мне, Даниилу, видение, после того, которое явилось мне прежде. Когда царством владели еще халдеи или астерияне, после первого откровения, говорит Даниил, видел я другое. Так и самое время дает видеть, что откровение это было позднее. Позднее. Потому что первое видел в первый год Валтасара царя халдейского, а это уже в третий год. Пророк не напрасно означает временно, научая, что предведение о сих событиях приял он от Бога всяческих задолгое до них время. И видел я в видении, когда видел я был в Сузах, в престольном городе, в области Эламской. И видел я в видении, как бы я был у реки Улая. Сузы — древняя столица персов. Поэтому, так как пророк извещает о разрушении персидского царства, то необходимо представляется ему, что откровение видит в том городе. Видел видение. То есть не в бодрственном состоянии, не днем видел я это, но во сне показал мне Бог всяческих. Казалось мне, что стою у ворот, то есть был у реки Улая. Ибо так перевели слово это некоторые толковники. Поднял я глаза мои и увидел, что вот один овен стоит у реки, и у него два рога, и рога высокие. Но один выше другого, и высший поднялся после. Порок видит персидское царство, уподобившееся Овну, как гордящееся богатством, имеющее великое во всем изобилие. Усматривает же у него два рога, потому что у персов первый царь был Кир, и только детям передал царство, а по смерти сына его Камбиза. Несколько месяцев присваивали себе царскую власть маги, но в скором последствии времени приял ту Дарий, сын из царствов. И он передал царство внукам и правнукам, до последнего Дария, умерщенного Александром Македонским, который и овладел царством. Поэтому эти два поколения царей означаются двумя рогами. И пророк видит, что оба рога высоки, но второй выше первого. Потому что, как сказали мы уже прежде, при Дарии и Ксерксе царство сделалось обширнее. Кир покорил Евгксинский понт и Азию. Дарий же присоединил к числу поданных и скифов, намадов. А Ксеркс покушался наложить иго-персидского царства и на Европу. Посему пророк усматривает ловно два рога, но один появляется прежде другого, и второй выше первого. И видел я, как этот ловен бодал к западу, и к северу, и к югу, и никакой зверь не мог устоять против него, и никто не мог спастись от него. Он делал, что хотел, и величался, потому что имел в подданстве и северные, и южные страны, равно как и западные, до самого моря. И большую часть островов принудил быть у него в рабстве. Так, например, к Ксерксу, когда воевал он и с Салладою, были с поборниками жители Кипра, Радоса, Самоса и Лезбии, Хиоса и всех циклатских островов. Поэтому ты видел пророков, набодающего на море и на север, и на юг. И все звери не устояли перед ним, и не было избавляющего от руки его. Пророк зверями называет опять другие частные царства, сирийское, келитийское, аравийское, египетское. Зверями же именуют их, потому что страшны были для подвластных. Посему, говорит пророк, ни одно царство не возмогло противостать тому царству, бадущему на юг и север, и море. И ни один человек не был в состоянии сделать кого-либо свободным от того владычества. Но что угодно было овну, все то приводил он в исполнение. Я внимательно смотрел на это. И вот за подошел козел по лесу всей земли, не касаясь земли. У этого козла был видный рог между его глазами. Смотря на это, размышлял я сам себе, желая найти, что означает Сим. И когда доискивался это, увидел, идет козел. В некоторых же списках прилагается и сие, что не прикасался к земле. Этим иносказательным видением во сне означало здесь царство македонское. Козлом же наименовал то пророк по скорости и удобоподвижности, потому что козел быстрее овна. Пророк сказал, что пришел он от Ливы, потому что сперва покорил Египет, а потом пришел в страну персов, ибо хотя победил Дария в Киликии, но оттуда прошедший Сирию, Финики и Палестину, и одни города прияв во власть свою по добровольному их согласию, а другие, взяв силу, и устремился в Египет. Потом, овладев и этим царством, берет Персию, овладевает ей и сокрушает все величайшие из царств. Единым же рогом видимым, то есть славным и знаменитым, называет пророк самого Александра. И сказует, что рог у гозла был между очами по причине тонкости, смышленности и сметливости ума Александра. Он пошел на того овна, имеющего рога, которого я видел стоящим у реки, и бросился на него сильной ярости своей. И я видел, как он, приблизившись к овну, расцвирепел на него и поразил овна, и сломил у него оба рога, и не достало силы у овна устоять против него. И он поверг его на землю и растоптал его, и не было никого, кто мог бы спасти овна от него. Александр, сразившись сперва с Дарьевыми военачальниками в областях азийских, отнял у них всю власть над теми. Потом, когда Дарий со многим войском встретил его в Киликии, происходит другое сражение. Дарий обращается в бегство, а Александр по избиении многочисленного воинства берет в плен дочерей Дарьевых. После этого, по возвращении из Египта, снова сразившись без Вавилона, умертвил он самого Дария и сокрушил персидское царство. Сказует же пророк, что сокрушены оба рога его, потому что персы именовались вместе и медянами, и персами. От Кира, первого царя, медянина по матери, и перса по отцу. И по елику, первый царь их имел оба эти наименования, то и подвластные по необходимости именовали себя и мединами, и персами, потому что оба царства были под одним правлением. Да и языческие писатели именовали их и мединами, и персами. Когда же, говорит пророк, сокрушены были роги овна, тогда козел чрезвычайно возвеличился. Но когда он усилился, то сломился большой рог, и на место его вышли четыре, обращенные на четыре ветра небесных. Потому что по сокрушению царства персидского или медийского Александр стал державным обладателем всех, но он, пожив немного времени, принял конец жизни. И это видел блаженный Даниил, почему и говорит, когда укрепился, сокрушился рог его великий. После той весьма великой победы, говорит пророк, Александр принял общий всем людям конец и выше другие четыре рога. Пророк под четырьмя рогами дает разуметь четырех царей, в одно время сделавшихся преемниками Александра. Ибо Птоломея, сын Лагов, присвоил себе верхнюю власть в Египте. Селевк Никатор удержал за собой Вавилон и другие части, простиравшиеся до Сирии. Азии овладел Антигон и Македонии Антипатор, а по мнению иных писателей Филипп, называемый и Оридеем, брат Александров. Должно же заметить, что Даниил видел и третьего зверя, имеющим четыре главы, и козла, по сокрушению одного рога, произвешим четыре рога, чтобы явно из всего было, что и козлом, и третьим зверем означается одно и то же. От одного из них вышел небольшой рог, чрезвычайно, который разросся к югу и к востоку и к прекрасной стране. Пророк разумеет Антиоха Стефана, который был сыном Антиоха, прозванного великим. Стал могущественным, говорит пророк, преодолел царя египетского и покорил под власть свои народа, обитающие к востоку. Ополчился также и на иудеев, и овладел святым градом, ибо его назвал порок силою по Божьей благодати, обильно изливавшейся тогда в храме. И, уясняя это, присовокупил стих десятый. Вознесся до воинства небесного, и незримый на землю часть всего воинства и звезд, и попрал их. Сие яснее показывают нам книги Маковейские, первая и вторая. Подробно также описал это историк Иосиф, и мы согласно с ним перескажем это вкратце. Иудеи из рода первосвященнического, себе желавшие первосвященнической власти, возмутились против бывшего тогда первосвященника, и, отправившись к Антиоху, убеждаете его иудейские постановления превратить в Эллинские и построить в городе Эллинское училище. Когда произошло это, благочестивые были в слезах в виде явного нарушения законов, остальная же часть народа небоязненно попирала Божий закон и смеялась над заповедью об обрезании. Между тем возмущение усиливалось, и Антиох, прибыв в Иерусалим, большую часть благочестивых предал смерти, даже осмелился войти во святилище храма. И вошедший ограбил весь храм, присвоил себе сокровища и все приношения, сосуды, сиалы, чаши, золотую трапезу, золотой кадильный алтарь и золотоустроенные светильники и, кратко сказать, все утвари для божественного священодействия. А сверх того в Божьем храме поставил жертвенник Дию. Весь город наполнил идолами и всех принуждал приносить жертву. Сам же на божественном жертвеннике в жертву принес свинью и храм назвал храмом Дии Олимпийского. А всем этом предвозвещает блаженный Даниил, ибо под образом рога видит самого Антиоха, видит, что возвеличился он даже до силы небесной, то есть с неистовством восстал против самого Бога всяческих, которому посвящены были и народ, и храм. И пал на землю от силы и от звезды и попрал ее. Ибо весьма многие из народа, приступив закон Божий, не спали из чина небесных, и сами себя, незринув, попраны были этим мучителем. Наименовал же их пророк звездами, потому что известно и славно было прежнее их благочестие. Но дает разуметь этим и обетование данное Аврааму, ибо сказано, «Соделуй семя твое, как звезды небесные». Антиох же не удовольствовался тем, что попрал многих именуемых звездами, но возвеличился даже до начальника силы, потому что с неистовством и яростью восстал против самого Бога и царя этой силы, то есть святого народа. И не перестанет это делать, как говорит пророк. И даже вознесся на вождя воинства его, то есть пока не будет иметь помощи свыше и не улучшим спасение по предстательству за нас счиненного на сия архангела. Потом пророк яснее предсказывает о будущих дерзостях Антиоха. И отнята была у него ежедневная жертва и поруганно было место в святыне его. Потому что Антиох не дозволял приносить жертву по закону, но принуждал совершать их по-язычески, притом присолкупляет сие и было и благо поспешил ему, ибо не было пока никакого препятствия противодействующего его неистовству. И поруганно было место в святыне его. И воинство предано вместе с ежедневной жертвой за нечестие. И он, повергая истину на землю, действовал и успевал. Антиох, поступая неистово и мучительски, осмелился сквернить жертвенник, принести противозаконную жертву, Божий храм лишил украшения, поправ закон правды, придав несправедливость смерти благочестивых. И пока, говорит пророк, делая это, был благоуспешен, потом услышал я одного святого говорящего и сказал этот святой кому-то вопрошавшему, насколько времени простирается это видение о ежедневной жертве и об опустошительном нечестии, когда святыни и воинство будут попираемы. Еврейское слово филмуни на греческом языке значит некий, свидетельствует же о всем, и язык сирский, родственный с еврейским. Посему блаженный Данил говорит, что слышал некоего святого, вопрошающего другого святого. Ярно же, что видит он ангелов, беседующих и желающих дознать, сколько времени продолжать все будет дерзость, нечестие и беззаконие, запустение храма, недозволенное мерзкое жертва и угнетение народа Божия. И сказал мне, на две тысячи триста вечеров и утр, и тогда святилище очистится. Вечером у пророка названо начало бедствия, а утром конец бедствия, потому что скорбное уподобляется ночи и тьме. Вот сколько времени, говорит святой, от настоящего начала зол до конца. Дни же сии, вычисляемые по еврейскому летоисчислению, составляют шесть лет и шесть месяцев, ибо столько времени продолжалось бедствие иудеев. И было, когда я, Даниил, увидел это видение, искал значение его, вот стал передо мною, как облик мужа. Увидев это, хотел я вразуметь и в точности дознать значение сих таинственных указаний. «И услышал я от середины улая голос человеческий, который воззвал и сказал «Гавриил, объясни ему это видение». Пророк слышал, что некто другой говорил человеческим языком, и стоящему перед ним, которого наименовал он Гавриилом, повелел истолковать пророку таинственное знаменование откровения. И сказано уже можно догадаться, что повелевший есть владыка. И он подошел к тому месту, где я стоял, говорит пророк, и стал близ стояния моего, получивший повеление немедленно пришел и стал близ меня. И когда он пришел, я ужаснулся и пал на лицо мое. Этого достаточно к обречению кичливости евномия, который хвалится, будто бы знает самую сущность Божию. Если созерцание ангелов, соразмеряемого силами созерцающего, не вынес такой пророк, что злочестивее или мерзостнее величающихся, будто бы знает самую сущность Божию. Но возвратимся к нашему предмету. И сказал он мне, знай, Сын человеческий, что видение относится к концу времени. Не думай, говорит Гавриил, что это исполнится в настоящее время. Будет же сие по прошествии великого числа лет, ибо по исполнению определенного времени придет в исполнении каждое из их событий. И когда он говорил со мною, я без чувства лежал лицом моим на земле, но он прикоснулся ко мне и поставил меня на место мое и сказал, вот я открываю тебе, что будет в последние дни гнева, ибо это относится к концу определенного времени. Гавриил, увидев меня падшим от страха, сперва поднял на ноги, потом утешает извещая, что для того и пришел он, чтобы мне пожелание моему показать будущее и все, что по гневу Божьей снова постигнет народ мой. Потом, чтобы отъять тяготеющий меня страх, показал он, что будет это по времени. Истолковал же мне каждое явление в виденном мною сказав, овен, которого ты видел с двумя рогами, это цари медийские и персидские. А козел косматый царь Греции, а большой рог, который между глазами его, это первый ее царь. Поскольку царствовал хайлдейским или ассирийским, вскоре овладел и медьянин царь Дарий. И потом уже царственная власть перенесена к персам Кирам персидским, который по взаимному смешению родов был и то у пророка по необходимости Мидини предпоставлено персам и сказано, что у Овен есть царь медийский и персидский, потому что и последние Дарии названы сыном Арсамовым, которого не изложил Александр Македонский, правил обоими царствами. Козел стих 21 косматый это царь Греции, а большой рог, который между глазами его, это первый ее царь, разумеется же Александр. Он сломился и вместо него вышли другие четыре, это четыре царства восстанут из этого народа, но не с его силою. По смерти Александра царство его разделится на четыре царства, но хотя царствующих будет четыре, невозмогут они совершить тех дел, какие совершал Александр, окажутся же гораздо меньшими его по силе. Под конец же царства их, когда отступники исполнят меру беззаконий своих, восстанет царь наглый и искусный в коварстве. Когда говорит Бог у пророка, дойдут они до крайней степени нечестии беззакониями, превзойдут меру моего долготерпения, восстанет царь беззаконный наглый и искусный в коварстве и укрепиться силой его, хотя и не его силой, он будет производить удивительные опустошения. Пророк этим дает разуметь хитрость Антиоха, свержа хитрости и силу им приобретенную. Потом научая, что Антиох сделает это не иначе, как по Божию попущению, по необходимости превосокупил. И он будет производить удивительное опустошение, успевать и действовать и губить сильных и народ святых. И царю ассирийскому говорит Бог через пророка Исаию, когда прославится секира без текущего ею, или вознесется пила безвлекущего ею, Исаия 10, 15. Так и здесь говорит, что Антиох отважится на сие не потому что силен, но потому что попустил Бог. И при уме его, и коварство будет иметь успех в руке его, и сердцем своим он превознесется, и среди мира погубит многих. то есть ничто не послужит ему препятствием, но сделает все, что только захочет. Касательно таковых преподает совет блаженный Давид, говоря, не ревнуй сеющему в пути своему человеку творящему законопреступления. Салом 36.7 Ибо нередко бывает, что живущие в злочести и беззаконии оказываются весьма благоуспешными, отваживаясь на дела беззаконные. Посему и сказано Ярем верик своих исправит, то есть все, что не повелит подвластным, принудит их исполнить. Потом предсказывая его хитрость и притворство, говорит, будет иметь успех в руке его, и сердцем своим он превознесется и среди мира погубит многих. Ибо вначале приказал Антиох построить в Иерусалиме языческие училища, а потом заставлял есть свиные мяса и впоследствии принуждал приносить в жертву. Употреблял же обольстительные слова, покушаясь ввести в обман благочестивых, обещал савские дары, желая всех видеть преступниками закона. посему сказано лезть в руке его, потому что почитал себя самым великим из всех людей, превознесется сердцем своим. и против владыки владык восстанет, но будет сокрушен не рукою, то есть будет действовать настоятельно, пока не увидит многих утратившими свое спасение, но недовольствие с безумным устремлением на людей против князя князей станет, то есть неистовством воспротивиться самому царю царствующих и господу господствующих, решившись осквернить посвященный ему храм и показывая, что попущено ему восстать на иудеев, пророк говорит, и как яйца рукой сокрушит их, таким же великим удобством совершит все это, как если бы захотел кто раздавить яйцо. Дает же пророк видеть из всего и беспечность самих иудеев, и то, что сами вознеродево божественным, оставлены они Богом, и лишились промышления о них свыше, к всему присовокуплено. Видение же о вечере и утре, о котором сказано истинно, но ты сокрой это видение, ибо оно относится к отдаленным временам. То есть время, определенное для бедствия, несомнительно, верно, но поскольку много остается времени до исполнения, то так и сказано. то есть оставь для многих неясным, потому что тебе, как желающему, соделывал я это явным прежде события. И я, Даниил, говорит, пророк, изнемог и болел несколько дней, потом встал и начал заниматься царскими делами. Я изумлен был видением этим и не понимал его. Узнав в бедствии, какие еще постигнут народ мой, был я в таком горестом расположении духа, что впал в болезнь. Однако же и в этом состоянии исправлял дела, порученные мне царем, и никто не знал причины моей болезни. Он умел исказать блаженным Павлом, кто изнемогает, с кем бы я не изнемогал, кто соблазняется, за кого бы я не воспоменялся. И плакать с плачущими и радоваться с радующимися, знал, что еще страждет, если один член, то страждет с ним все тело. В таком расположении духа и при такой любви к находящимся вместе с ним в рабстве, дознав, что впоследствии после многих родов постигнутся рабов его бедствия, пребывает в слезах и сетовании, притом зная в точности, что сам он немало не испытает этих бедствий, но не в продолжительном времени освободится от настоящей жизни. Такую воскина племенника мы подобным нам рабам должны иметь и мы, и нам набежит такой же образ мысли иметь друг о друге, и подражать взаимному состраданию друг о друге членов, потому что называемся членами друг для друга, и сподобились нарицаться телом самого Христа. Ему слава во веки веков. Аминь. Отделение девятое, глава девятая, книга пророка Даниила. В первый год Дария, сына Суирова, из рода Медийского, который поставлен был царем над царством Халдейским, в первый год царствования его, я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне, к Еремии пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима. И отсюда явствует, что иное есть царство Дария, сына Суирова, а иное Кира, Терсидского. Согласно же сказанным, выше почтенное теперь. Пророк назвал Дария не просто Медийным, но от племени Медийского, чтобы ясно было, что не с обеих сторон, он, то есть с отцовой и матерней он, Медийнин. Впрочем, царствовал в царстве Халдейском, после того, как Валтасар за нечестие умер ночью, пораженный Божьей карою. И мне кажется, что Дарий сей царствовал весьма недолгое время, потому что видел уже наконец исполнившимся определенное время, и высчитав число 70 лет, какой еще из порока Иеремии изрек Бог всяческих. Блаженный Даниил начинает приносить владыке моление свое о народе, а время сей исполнилось при персидском царе Кире, как говорит блаженный Ездра, ибо в самом начале своего писания, после вступления, кратко упомянуло взятие Иерусалима о порабощении Отечества и о переселении пленных Вавилон присовокупил. И были рабы ему и сынам его даже до царства персидского во исполнение слов Господних от уст Иеремии. Да коли земля исполнит субботы своего, все время опустошения своего, субботствовать будет во исполнении лет семидесяти. Царство Кира царя персидского первый год во исполнение слов Господних сказанных устами Иеремии. Второе езро 1.57 2.1 А божественная Иеремия скажет так «Вот я пошли и возьму все племена с севера и на вуходоносора царя Вавилонского раба моего и приведу его на землю сию и на обители ее и на все народа крестные и убью их и поставлю их в ужас Иеремия 9.12 Так блаженный Иеремия дал разуметь, что время пленения исполнится с разрушением халдейского царства. Аезра привел сие в большую ясность, сделав упоминание о Кире. Впрочем, находим, что божественная Захария вычисляет время сие и иночи, ибо когда по смерти Кира сына его Камбизу персидскую и державу воспринял Дарий, сын Истаспов, пророк упомянув о времени, ибо говорит, в 24-й день первого месяца, 11-го месяца сей, есть месяц сават, во второе лето при Дарии было слово Господне Захария варахиину, сыну Адаву, пророку Захария 1-7. Через несколько слов присовокупил и отвечал ангел Господень и сказал Господи Вседержителю, доколе не помилуешь Иерусалим и города Иудовы, который призрел стих 12-й. Некоторые из недугающих неверием думают, что святые пророки разногласят, но воскормленные священными словесами просвещаемые божественные благодать и отыскивают у святых пророков согласие. Посему и спроси вы себе луча той благодати, постараемся согласие это сделать явным для неведущих. Время пленения определяет согласность все, и божественные Иеремии, и богомудрые Захарии, и блаженные Ездора, потому что все выставляют семидесятилетнее число. Но не с одного и того же года, начиная считать это время, утверждали, что число сие придет к концу. Один при Кире, а другие при Дарии. Блаженные Иеремии, иезра считают начало первого пленения справедливо насчитывают 70 лет до персидского царя Кира, а божественные Захария, считая последние осады, в которые иудеи подверглись конечной гибели, говорит, что число семидесяти лет исполнилось при персидском царе Дарии, потому что при нем действительно построен божественный храм. Поскольку народ Божий от Вадим был в плен три раза, в первый раз при Иоакиме, сыне царя иудейского Иосифе, во второй раз при Иихоне, сыне Иоакимом, а в третий раз при Сидекии, братья Иоакима, и дяде Иихоне, то необходимое и возвращение было троекратное. Сперва спускает их Кир персидский, потом Дарий, сын Истастов, и после сего Артаксеркс, сын Ксерксов, когда послал им сперва Езра, а за ним и Неемию воссоздать стены Иерусалимские. Поэтому для тех, которые были первыми пленниками, в семидесятилетнее время исполняется при Кире персидском. И таковое уже продолжение запустения храма примет конец во второй год Дария, сына Истаспова. Так что и то, и другое пророчество Иеремии и Захария, равно как описание Езры, не лживы и истинны. Это то время уразумев, исчислив и нашедший приближающимся к концу, блаженный Даниил и говорит, «И обратил лицо моего Господу Богу с молитвой и молением в посте и в речище и пепле. Не просто ожидал, я говорит пророк избавления от плена, но приносил моление владыке, прося освобождения соплеменникам. Ибо если и тысячекратно повторит Бог обетование благ, но мы соделаем себя самих недостойными и дарах, то послужим препятствием Божьей щедрости». Сие говорит Бог еще из пророка Иеремию, «Наконец реку на язык и царство да воссозижду и насажду его, и будет, если язык тот, обратившись, сотворит лукавое, не наведу на него всех благих, которые сказал Иеремии 18, 9, обученный сему блаженный Даниил постом, вретищем и пеплом окрылив молитву, приносит ту Богу. И молился я Господу Богу моему и исповедовался и сказал, молю тебя, Господи Божий великий и дивный, хранящий завет и милость, любящим тебя и соблюдающим повеления твои». Порок называет Бога великим и чудным, как могущего соделать великое и чудное, потому что божественные мужи любят употреблять божественное именование, заимствованное от проявления сил в действии. Сказал же, что Бог хранит завет и милость любящим его, поминая обетование Аврааму, Исааку и Якову и слагая молитву, со всей точности дает видеть, что хранит непросто, но любящим его и хранящим заповеди его. Но если кто приступает к твои повеления, то делает себя недостойным твоих обетований, а это-то и сбылось с нами. Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступили от заповедей твоих и от постановлений твоих. Употребив о Боге те досточтимые чудные именования, пророк весьма прилично своих единоплеменников употребил именования прямо противоположно, не почел же достаточным сказать согрешили, но присовокупил беззаконно ли, нечестиво ли, став непризнательными к твоим благодеяниям, нечестиво ли, предпочтя тебя иным богам, недушевленным, бесчувственных, не имеющих никакой силы. Потом показывая непрестанно продолжающиеся Божие о них попечения и великую бесчувственность народа присовокупил, и не слушали рабов твоих пророков, которые твоим именем говорили царям нашим и вельможам нашим и отцам нашим и всему народу страны. Не переставала милость твоя презирать на нас и через пророков беседовать, то с царями и князьями, то с священниками и учителями, их Даниил назвал отцами, а многократно и со всем народом. Но при всем этом продолжали мы прикословить, посему справедливо присовокупил пророк, у тебя, Господи, правда, а у нас на лицах стыд, как день сей, у каждого иудея, у жителей Иерусалима и у всего Израиля, у ближних и дальних, во всех странах, куда ты изгнал их за отступление их, с каким они отступили от тебя. Сделанный тобой, Владыка, проповедует правду твою, а мы, по причине великого нашего беззакония, пребывая в стыде, обвиняем себя в собственной своей непризнательности. Тебе от нашего нечестия никакого не произошло вреда, а мы собрали плоды своих семян и плоды горестные. Порок обвиняя единоплеменников и себя присоединяет к числу приступивших Божий закон. Господи, у нас на лицах стыд, у царей наших, у князей наших и у отцов наших, потому что мы согрешили пред Тобою. Каждого из стих выражений достаточно, чтобы преклонить нам милость и самого жестокого, не только кратчайшего и человека и любивейшего. Ибо пророк показывает этими словами, что преисполнены стыда не только малозначительные и незнатные в народе, но и самые цари, князья и священники, ибо их назвал отцами. И показав справедливость наказаний, присовокупил, согрешили пред Тобою, но мы понесли плоды достойные беззакония, а у Господа Бога нашего милосердия и прощения, ибо мы возмутились против Него. Ибо Тебе подлинно кроткому и человеколюбивому подобает поступать с нами милостиво и милосердо. И продолжая обвинять в беззаконии, ибо слышал, что Бог говорит через другого пророка, скажи, ты беззакония твои прежде, да оправдишься. Исайя 43, 26. Пророк себе присвояет беззакония народа и произносит обвинение того, возвещая Божию милость. Отступили, говорит пророк, и не слушали глаза Господа Бога нашего, чтобы поступать по законам Его, которые Он дал нам через рабов своих пророков. просвещаемые пророками и руководимые к должному, все время продолжали мы прикословить. Стих 11, глава 9, Даниила. И весь Израиль приступил закон твой и отвратился, чтобы не слушать глаза твоего. Ибо если бы одни приступали закон, а другие были точными хранителями законов твоих, то не подверглись бы все этому бедствию. Но поскольку на беззаконии отважились все вообще, то справедливо говорит пророк. И зато излились на нас проклятия и клятва, которые написаны в законе Моисея раба Божия. Ибо мы согрешили перед ним. Заклятие же разумеет пророк, произнесенное Богом во второзаконии. Ибо говорит воздвигну на небо руку моих, клянусь десницею моею, и скажу живу я вовеки. Я изострю, как молнии меч мой, и примет суд рука моя, и воздам месть врагам моим, ненавидящим меня, воздам. Упою стрелу моей крови, меч мой, насытится плоти от крови язвенных и пленения от глаз князей языческих. Старозаконе 32-40 И несколько прежде всего так же говорит, сказав, рассея их, и истреблю их память человек. А клятву пророк разумеет произнесенный шестью коленами на горе гивал. Посему говорит Даниил, то заклятие и клятвы, изображенное в законе Моисеевым, исполнились на нас. И он исполнил слова свои, которые изрек на нас, и на судей наших, судивших нас, наведший на нас великое бедствие, какого не бывало под небесами, и какое совершилось над Иерусалимом. Показывает чрезмерность зол. Не нахожу ни примера для наших бедствий, говорит Даниил. Потом, доказывая нелживость божественного предречения, продолжает, как написано в законе Моисеевым, и, представляя справедливость наказания, говорит еще. Так все это бедствие постигло нас. Но мы не умоляли Господа Бога нашего, чтобы нам обратиться от беззаконий наших и уразуметь истину Твою. Даже когда постигло нас столько тяжких бедствий, не восхотели мы прибегнуть к покаянию, отстать от прежнего беззакония и благоугождать тебе хранением законов. Потому и говорит пророк, наблюдал Господь это бедствие и навел его на нас, ибо праведен Господь Бог наш во всех делах своих, которые совершает, но мы не слушали глаза его. Как некий сон, отложив долготерпение, наложил на нас Бог наказание, достойное нашей жизни, почему и говорит пророк, Свят Господь Бог наш, праведен во всех делах своих. Он не повинен и никакой не заслуживает лукаризны за то, что соделано им, а мы жившие в злочести и лукавстве навлекли на себя наказание. Так окончив обвинение беззакония, пророк начинает наконец моление и спрашивает человека любия. И ныне Господи Боже наш, изведший народ Твоей с земли египетской рукой сильной и явивший славу Твою как день сей, согрешили мы поступали нечестиво, Господи, по всей правде Твоей да отвратится гнев Твой и негодование Твое от града Твоего Иерусалима от святой горы Твоей, ибо за грехи нашей беззакония отцов наших Иерусалима народ Твой в поругании у всех окружающих нас. Пророк воспоминает прежнее благодеяние признательным памятованием, привлекая милость и говорит «Не трудно Тебе, Владыка, даровать нам освобождение, ибо совершив множество чудотворений и казней над египтянами, освободил уже Ты народ свой от горького этого рабства». Так что слава о содеянных чудесах пронеслась повсюду, и всем человекам соделалось явным Твое могущество. И поскольку сами мы согрешили и оказали себя недостойными Твоего человеколюбия, то умоляем сподубить пощады Твоей, град Твой, и ту гуру, которую явлением Твоим наоной соделал Ты святою. И продолжая моление о городе, пророк говорит, от града Твоего Иерусалима, от святой горы Твоей отвратится гнев Твой. В грехах и неправдах жили мы. За беззаконие наше, за грехи отцов наших сделались мы посмешищем для сопредельных народов. И град знаменитый и славный подвергся запустению. И ныне услыши, Боже, нашу молитву раба Твоего и моление Его, и возри светлым лицом Твоим на опустошенное святилище Твое ради Тебя, Господи. Прими, Владыка, говорит Данил, прошение раба Твоего и возри на запустение Тобое освященного места и снова исполни то благодати Твоей. И поскольку народ недостоин был принять это, то весьма приличный присокупил Тебя ради Господи. Соделай Владыкой Тебе самому подобающе и по мысли не о наших беззакониях, но о неиссякаемых источниках Твоего человеколюбия. И продолжая молиться, говорит пророк, преклони, Боже, мой ухо Твое и услыши, открой очи Твои и возри на опустошение наше и на город, на котором наречено имя Твое, ибо мы повергаем моление наше перед Тобой и уповая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие. Еще больше усвояя город, так сказал. Да значит, не отвращайся от прошения моего, но с благоволением выслушай молитву мою, ибо пророк знал, что Божество бесплотно, но как человек не умел иначе беседовать с Богом. Поскольку же каждый человек видит очами, слышит ушами, то употребил лечение сии о бесплотном Боге, называя так Божьи силы, и к всему превосокупляет. Ибо мы повергаем моление наше перед Тобой, уповая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие, не на правды наше возлагая надежду и спрашиваем Твоего человеколюбина, уповая на милость Твою, осмеливаемся умолять. Господи, услыши, Господи, прости, Господи, внемли и соверши, неумедли ради Тебя самого, Боже мой, ибо Твое имя наречено на городе Твоем и на народе Твоем. В сказанном достойно удивление порядок. Порок умоляет Бога сперва услышать молитву и не отвергать прошение, потом услышав соделось снисходительным, остав снисходительным, внять с благоволением, показав же свое благоволение, сделайте исполните спрашиваемое. к всему присовокупил, не замедли, то есть не отлагая исполнение самого прошения до другого времени, но немедленно в подобии нас Твоего пришествия. Да и конец молитвы достоин Даниилова смиренно мудрее. Тебе, ради Божи мой, говорит пророк, я не достоин принять милость сию, но окажи ту, ибо имя Твое на всем городе наречено и на народе Твоем. Так просил пророк, с таким усердием приносил моление о единоплеменниках, умолял Бога неумедлить и немедленно приемлет Божий ответ, ибо говорит, когда я еще говорил и молился и исповедовал грехи мои и грехи народа моего Израиля и повергал мольбу мою перед Господом Богом моим о святой горе Бога моего. Когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, которого я видел прежде в видении, быстро прилетев, коснулся меня около времени вечерней жертвы, принося моление сие и обвиняя общее наше беззаконие. Не докончил еще молитвы, говорит Даниил, вижу парящего камни поспешающего Гавриила. Он знал же, кто он, прежде уже видел его во сне, дознал именование его и услышал тогда, как владыка призвал и повелел ему, Гавриил, скажи видение ему, Даниила 8, 16, назвал же его пророк мужем, дав именование сие по видимости, потому что в упомянутом сне, говорит, вот стал передо мной, как образ мужеский, почему здесь говорит, вот муж Гавриил, сказал же, что Гавриил парит, увидев, что с быстротой рассекает он воздух и поспешает пророку, коснулся меня около времени вечерней жертвы, то есть прикоснулся во время вечернего богослужения или прикасался столько времени, сколько продолжается вечернее богослужение, и вразумлял меня, говорил со мною, и сказал Даниил, теперь я ишел, чтобы научить тебя разумению, в начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желаний, и так вникни в слово, и уразумей видение. Вскоре после того, как начал ты молиться, общий наш владыка, прияв молений, увидев доброе твое желание, послал меня открыть тебе будущее, а ты тщательно внимай изрекаемому, что будет тебе сказано, то гораздо глубже, нежели сколько может проникать человек. это означает слова разумея в явлении, то есть изречено это будет иносказательно и должно тебе тщательно вникать, чтобы уразуметь сие. Божественное же сказуется и пишется иногда иносказательно, чтобы не для всех было явно сообщаемо в откровении святым, потому что могло бы это легко быть пренебреженным, если бы для всех стало равноизвестным. называя же Гавриил пророка мужем желаний, или как предавшегося посту и изнурению и мужественно борющегося с подскими вожделениями, или как вожделевающего видения и желающего дознать, что будет с народом Божьим, или еще потому, что наниил, сияя лучами добродетели, привлекал к себе любовь, и любовь самой высшей степени. Так божественный архангел, возбудив пророка к уразумению того, что будет ему сказано, предлагает учение. 24 стих. Семьдесят седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и загваждены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения, и пророк и помазан был святой святых. Прежде всего прочего должно заметить, что поскольку пророк в молитве к Богу о народе Божьем Иерусалиме говорит, люди твои, город твой, святое твое, то Бог, превращая речь, говорит Даниилу, семьдесят седьмин определенный для народа твоего, и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, как бы не удостаивая называть своим и народ, древле наименованный его народом, и город древле нарицавшийся также его градом. Так поступил Бог при великом Моисее, когда слив тельца воздали ему божеское честование. Бог сказал пророку, иди скорее, сойди отсюда, беззаконные люди твои, которых ты вывел из Египта, исход 32, 7. И так через архангела говорит Бог пророку, прияв прошение твое и соградил Иерусалим, дозволю соградить и повелю, чтобы народ твой был возвращен в Отечество. Но по сограждении же Иерусалима иудеи в продолжении 490 лет будут жить под законом, ибо столько времени составляет 77, если каждый день принимать за год. Поскольку продолжение их пленения определил Бог 70-летним временем, то седьмикратно обратив время сие само на себя, определяет продолжение их жительства по закону. 77 определил для народа Твоего, то есть определенный и присужденный, ибо так перевели некоторые из толковников, для народа Твоего и святого города Твоего, чтобы покрыто было преступлением, запечатаны были грехи, то есть пока возрастет злофестивая их дерзость и конца достигнет грех. Грехом же, скончевающимся и согрешением обетшавающим или возросшим и достигшим крайнего предела, порог называет крест, их дерзости уготованы Господу, ибо прежде всего отваживаясь на тысячи худых дел, они, хотя подвергаемы были наказания и страдали за свои преступления, но получив прощение опять удостаивались Божьи человеколюбия. Но после неистового восстания на владыку, по дерзкому готованию креста не было им уже восстановления, как вопиют самые дела, но по истечении более нежели четырехсот сорока лет остаются рассеянными пересельниками по вселенной. Посему святый архангел говорит блаженному Даниилу, семьдесят седьмин определены для народа. Поскольку владыка Христос имел верующим в него даровать оставление грехов, как и блаженный Иоанн говорит, говоря, вот агнец Божий берущ на себя грех мира, то прилично было сказать присовокупил архангел, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглаждены беззакое, и что приведена была правда вечная, и запечатаны были видения, и пророк, и помазан был святой святых. потому что Христос загладил беззаконие уверовавших Него, истребив написанное настрой Писания. Как об этом говорит блаженный Павел Колоссином 2.14 Запечатлев же грехи, упразднив жительство по закону и даровав благодать духа, при содействии которой жительствующая духовно препобеждает страсти, к сему присовокупил архангел, и придет правда вечная. А вечная правда в собственном смысле есть сам Владыка Христос, потому что о нем говорит блаженный Павел был нам премудрость от Бога, правда же и освящение и избавление. 1. Коринфянам 1.30 И в постании к римлянам сказал о Евангелии, что правда Божия в нем является. Римлянам 1.17 Поскольку же Христос по щедроте своей и уверовавшим в Него даровал правду, вводящую в жизнь вечную, и повелел в молитвах и спрашивать всей правды говоря, ищите прежде Царствие Божие и правды Его, то Святой Гавриил по необходимости сказал, и приведется правда вечная, присовокупил же, и запечатаны были видения, и пророк, и помазан был Святой Святых. То есть положен будет конец всем пророчествам кончина закону Христос в правду всякому верующему Римлянам 10.4 И пророчественная благодать отступит наконец от народа иудейского. Если бы Владыка Христос пришедший не пострадал и не сотворил того, что предсказали пророки, то не обнаружилась бы истина пророков. Посему исполняет и как бы запечатлевает и подтверждает предвеченное пророками, совершая и претерпевая ими прореченное. Всему придется купил еще архангел и помажется помазан был Святой Святых. Кто же святой святых? Пусть скажет иудеи. Если же не знает, то пусть научатся от нас, что Он есть Владыка Христос, который предвещает устами Исаия, Дух Господень на мне, его же ради помазал меня Господь, Исаия 61.6.1. И о котором свидетельствует Давид, что возлюбил правду, возненавил беззаконие, посему помазал тебя илием радости более соучастников его. Псалом 44.8. Свидетельствует же и блаженный Петр Верховный из апостолов, говоря Иисуса от Назарета, помазал Бог Духом Святым и Силою, который прошел благовествуя и исцеляя всех пораженных от дьявола, ибо Бог был с ним. Диане 10.38. Итак, блаженный пророк Даниил извещается, что Бог благоизволил дать Иерусалиму в продолжении 490 лет пользоваться по обычаю божественными дарами, пока не отважится на то нечестивое и ужасное дело, разумею, крест, уготованный Спасителю, который, именуясь святым святых, как источник святыни по человечеству, помазуется Духом Святым. Запечатлевает же и подтверждает древнее пророчество, исполняя все ими предреченное и дарует оставление грехов уверовавшим в него. Потом божественный архангел научает, с чего должно начать числение 77-ти седьмин и говорит стих 25-й Итак, знай и разумей с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа владыки, 7 седьмин и 62 седьмины. Некоторые полагают, что начало построения храма, положенное при Кире, есть начало исчисления седьмин. Другие начинают исчисление с 6-го года царствования Дария, сына и Стаспова, потому что тогда восприял он лежащий конец построения храма, между тем, как в протекшее до сего времени были препятствия построению храма сопредельных жителей по неприязненности их к иудеям, и Камбис, сын Киров, обманутый ими, запретил построение. Но то и другое исчисление несправедливо, ибо, во-первых, если кто пожелает начать исчисление с указанных времен, то число лет окажется большим. Потом невозможно найти, что упреком ином совершилось заглаждение грехов оставления неправ, дарования вечной правды, исполнения пророческих предречений, помазания святого святых, кроме единого владыки Христа. Если же сие действительно так, и согласны в этом повелевающее начинать исчисление седьмин с указанных времен, то пусть отсчитывает 490 лет снизу вверх, ибо если начать считать с явления на Иордане, когда наш Спаситель и Господь начал проповедовать, учить и творить чудеса, поступим вверх, то найдем, что число сие не доходит не только до Кира, но и до Дария. Исполнилось же в двадцатый год царства Неортаксеркса, сына Ксерксова, в то время, как Неемий виначерпи сего царя, восприяв ревность, помолившись Богу и сподобившись помощи свыше, умоляет царя дозволить ему построение оград Иерусалимских и получив благосклонное соизволение царя, возвращается в Отечество, со всем усердием довершает недостававшее в Божьем храме, воздвигает городские стены и, укрепив отовсюду башнями, сооружает врата и, возбудив священников город, не имевший в себе жителей, наполняет обитателями. Сиета, давая разуметь божественные архангелы, сказал, «Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа владыки семь седьмин и шестьдесят две седьмины и возвратится народ. Возвратится народ и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. Начал счисление, говорит архангел в построении города, когда восприял он стены свои и стал вмещать в себя множество жителей, так что по причине множества обитающих сделался обширным. Найдешь до Христа старейшины седьмин семь и седьмин шестьдесят две. Христом же старейшиной именует он того же, кого назвал святым святых. Как и блаженный Петр в речи к иудеям сказал, начальника жизни убили, которого Бог воскресил из мертвых, разрешив узы смерти. Он наш старейшина по человечеству, как перворожденный всей твари, колостином один пятнадцать, то есть новая, ибо сказано, кто во Христе тут новая тварь, и как перворожденный из мертвых добует по слову Павлову во всем первенцам, колостином один восемнадцать. Посему-то и святой Гавриил нарек его Христом старейшиною, и так до него от построения Иерусалима седьмин семь и седьмин шестьдесят две. А чтобы не подумали иные, будто бы утверждаем сие без основания, предложим исчисления самых годов. От двенадцатого года царства неартаксеркса, сына Ксерксова, когда неемий, пришедший в Иерусалим, начал воздвигать стены города, до Дария, сына Арсамова, которого, убив Александр Македонский, разрушил царство Персидское, сто четырнадцать лет. От шестого же года Александра, в который убит Дарий, до Кайя Юлия Кесаря, первого самодержца римского, всех лет царства Македонского двести восемьдесят два года. И от начала владычества Юлия Кесаря, до пятнадцатого года Тиверия Кесаря, когда Ян Креститель пришел на Иордан, проповедуя крещение, покаяние, взывая, вот агнец Божий, который берет на себя грех мира, семьдесят три года. Числа эти, сложные вместе, составляют число четыреста шестьдесят девять, а такое число лет составляет еврейских годов четыреста восемьдесят три года, но такое же число составляет семь и шестьдесят две седмины. Надо даже знать, что евреи, вычисляя год по течению Луны, делают одиннадцать дней из лишних, которые мы называем добавочными, потому что течение Луны совершается в двадцать девять дней и шесть часов. Счисляя же таким образом евреи полагает год три сто пятьдесят четыре дня. Итак, поскольку святой архангел беседует с блаженным Даниилом евреем и открывая ему число лет, без сомнения разумел, число для него обычное, то необходимо должно приложить годы, слагающиеся из добавочных дней, а по приложению их окажутся восемьдесят три года сверх четырехсот лет. Столько же лет дают семь и шестьдесят две седьмины. Не без намерения архангел разделил седьмины, но предозначая перемены некоторых вещей, ибо от построения Иерусалима, которое было при Ниемии и Езре, до Геркана, последнего первосвященника, из Османеев, которого умертвил Ирод, исполняется число шестидесяти двух седьмин. От убиения Геркана до пришествия спасителя нашего и явления на Иордане истекают остальные семь седьмин. В это время, то есть по убиении Геркана до пришествия спасителя нашего, первосвященники уже были поставляемы противозаконно. Закон повелевал первосвященникам священствовать до конца жизни и получать себе преемника по смерти, но ирод и после него римляне, сделав первосвященство продажным, преемство первосвященников сделали частыми, иных не происходивших даже от священнического рода поставляли первосвященниками. Об этом повествую еврейский писатель Иосиф говорит так. Ирод, возведенный на царство римлянами, поставляет первосвященников не из рода асманеев, а это были так называемые маккавеи, но из людей незнатных, только были бы они по происхождению евреи. И через несколько слов говорит еще так. В рассуждение поставления иудейских первосвященников, подобно Ироду, поступал сын его Архилай, и после него присвоившая себе власть римляне. И в другом месте говорит он. Римский военачальник Валерий Град, отрешив от первосвященства Анана, сделал первосвященником Исмаила, сына Фави, а через недолго после всего время, отстаив и всего провозглашает первосвященником Елиазара, сына первосвященника Анана. И по прошествии года, отрешив и Елиазара, предает первосвященство Симону, сыну Кафима. Но и он не более года пробыл в этом сане, как преемником ему стал Иосиф, он же Икаиафа. Сказуя о всем и блаженной Лука, говорит, в пятнадцатом лет Ативерия Кесаре при архиереях Анне и Каиафе, Лука 3.1. Но ниоткуда не дознали мы, что по закону в одно время были два первосвященника. Сие предсказывая, святой Гавриил говорит, стих двадцать шестой, глава девятая Даниила, и по истечении шестидесяти двух седьмин предан будет смерти Христос и не будет. Таким образом, делается ясно, что архангел поставил шестьдесят две седьмины первыми, и после те семь седьмин, в которые, говорит он, истребится помазание, то есть действовавшая в первосвященниках благодать. А поскольку и поставляемые противозаконно именовались первосвященниками, то справедливо придется укупил Гавриил, и суд не будет в нем. «Хотя и помазуются они, говорит архангел, но помазуются не по праву, осмеливается же делать сие противозаконно, да и выше сделал явным, что семь седьмин поставил вам последними, сказав до Христа старейшины семь седьмин и седьмин шестьдесят две, ибо архангел семь седьмин, которые восполняются прочие седьмины, протекшие до Христа старейшины, поставил при самом упоминании о нем, чтобы нам знать, что если захотим вести счет от Христа кверху, то найдем сперва семь седьмин, а потом шестьдесят две седьмины, и приводясь сие в большую ясность, говорит он, когда обстроятся улицы и стены, но в трудные времена, и по истечении шестидесяти двух седьмин предан будет смерти Христос, и не будет, а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец всего будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. То есть это время, за которым последует семь, в течение коих истребится помазание, и суд не будет в нем, потому что царствовал иноплеменник Ирод, по отцу Аскалонитянин, по матери Едумей, а именуемые перосвященниками не по закону были помазуемы, но поставляемые иноплеменными правителями Иродом, Архилаем, римскими военачальниками. Потом говорит Архангел о конечной гибели, какая постигнет и город, царскую власть и противозаконное первосвященство, потому что и город будет разорен, и святой храм подвергнется разрушению. Потерпит же это город со старейшиной и грядущим, то есть с будущим противозаконными начальниками, ибо старейшиной и грядущим Архангел наименовал иноплеменную царскую власть и противозаконное священство. Потом давая знать, что иудеи потерпят бедствия гораздо больше прежних, Архангел присовокупил. Придет, и конец всего будет как от наводнения подвергнутся конечной гибели, какой претерпели люди древле, когда поток покрыл всю землю. И показывая, что не будет для иудеев никакого восстановления или обликсения, говорит еще, и до конца войны не будут опустошения. Ибо подвергнутся совершенной пагубе, преданной в жертву войне, как бы некоему потопу, и до конца подавлены будут всеми бедствиями и никогда не получат никакого восстановления. Так, предсказав конечную гибель иудеев, Архангел возвращается снова к к числу семидесяти седьмин, прилагает к шестидесяти девяти остальную и говорит, и утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. Что по шестидесяти двух седьминах будет продолжение седьми седьмин, об этом говорит Архангел, сказал я прежде, надлежит же знать, что совершится и в другую седьмину, ибо во время той дан будет верующим новый завет и исполнит их всякой силы, в половине же сей седьмины отнимется жертва и возлияние, то есть прекратится жертва подзаконная, потому что принесена истинная жертва непорочного агнца землющего грех мира. По принесению сей жертвы приимет конец жертва подзаконная, посему-то по совершении сей жертвы, когда спаситель испустил дух, завеса церковная разодралась отверху донизу. неудобозримая прежде творя для всех удобозримым, неприкосновенная и недоступная делая доступным. Поскольку завеса отделяла от святого, святое святых, в котором были очистилища, херувимы и кивот, то раздравшаяся от края до края завеса самым делом показала, что отступила пребывающая внутри благодать, и несвященным стало то, что доступно было одному только первосвященнику, а сие совершилось, как скоро принесена жертва за весь мир. Если же кто в точности желает знать самое время, то из Евангелия от Иоанна узнает, что около трех с половиной лет Господь проповедовал и утверждал святых своих учеников и учением и чудесами, и потом претерпел страдания. А по кресте и смерти, по воскресении и вознесении на небеса, и по сошествии Святого Духа в остальное время седьмины, святые апостолы проповедуют творя чудеса в Иерусалиме. Многие тысячи людей, наставив на евангельском учении, сподобили их нового завета и приготовили к принятию благодати Всесвятого Крещения. Потом, после злодеяния, совершенного иудеями над святым Стефаном, прочие расселись по городам иудейским. А божественные апостолы, недолгое время прибыв в Иерусалиме, прошли Самария, Кесария, Лиду и Иопию и поспешали всем людям сообщить спасительные догматы. Посему-то божественный архангел блаженному Даниилу и говорит, что утвердит завет многим седьми на одна, совокупляя вместе и время распятия Господа, и время, когда святые апостолы по воскресенье Спасителя, проповедовали учения в Иерусалиме. Потом делит седьмину пополам и говорит, половина седьмины прекратится жертву и приношение, потому что с принесением истинной жертвы воспримет конец сеть законная. И сверх всего говорит еще «И во святилище мерзость запустения», потому что ради жертвы крестной не только прекратится жертва подзаконная, но и мерзость запустения дана будет святилищу, то есть быв прежде чтимым и приводя в трепет, соделается оно запустевшим. Признаком же запустения будут некоторые изображения, запрещенные законом и внесенные во святилище. Сие же сделал Пилат храм Божий, вопреки Божьим закону, вне шино чуцарские изображения. Сие Господь предсказал святым ученикам своим в священном Евангелии, когда увидите мерзое запустение, реченное Даниилом пророком, читающие да разумеют, тогда находящиеся в иудее да бегут в горы, а кто на кровле да не сходит вниз, чтобы взять что из дому. Сказал же сие Господь, давая разуметь, что скоро постигнет их конечная гибель. И несколько прежде всего говорил Он Иерусалим, Иерусалим, издевающий пророков и камнями побивающий посланных тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как собирает птиц от птенцов своих под крылья, и не захотели. Потому сказываю и вам оставляется вам дом ваш пуст. Сие предсказывая святой Гавриил после того, как предвозвестил прекращение подзаконного богослужения, присовокупил Иосем и во святилище мерзы запустения. А чтобы не подумали иудеи, будто божественный храм снова воспримет прежнее благолепие и славу, архангел присовокупил. А в половине седмины прекратится жертва и приношение на крыле святилища будет мерзость запустения и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. Потому что до скончания века говорит запустение прибудет без всякой перемены. Сие из реки блаженный Давид во гневе кончины и не будут и узнает, что Бог владычествует над Яковом и концами земли в Салом 58-14. Узнает, когда узрят знамения Сына Человеческого на небесах, тогда восплачутся все племена и колена, тогда возврят на Него, которого пронзили. Если же разуметь сие пророчество не так, то поскольку число 490 лет протекло и сверх того прошло еще более 440 лет, пусть покажут, при ком пришло в исполнение пророчества Архангела при Маковеях, но до них от Дария, даже от Кира первого царя Персидского нет 490 лет, потому что от Кира до Антиоха Епифана, при котором Маковея возревновав вступили в дела правления около 372 лет, при том же кто из них называется святым святых? Иуда или Иоаннафан, Симон или кто после них? Однако же ни патриарх Авраам, ни законодатель Моисея, величайший из пророков или я никогда не был называем святым святых. И так и время и наименование ясно предуказали нам пришествие Господа нашего Иисуса Христа, в которого уверовав и ожидая второго его пришествия, будем молиться, чтобы в день суда сподобиться его человеколюбия, да улучим то все мы по благодати и человеколюбии Господа нашего Иисуса Христа, с которым слава Отцу со Святым Духом во веки веков. Аминь. Отделение 10, глава 10, книга Порока Даниила. В третий год Кира, царя Персидского, было откровение Даниилу, который назывался именем Валтасара. Иным кажется, что в показании года сделана ошибка, и в начале писавший книгу поставил в лето третье, в лето первое вместо. А доказательством всему, сказанное блаженным Даниилом вскоре по начале пророчества, и был Даниил даже до первого лета Кира царя, Даниил 1, 21. Ибо, говорят, если Даниил жил до первого только года царствования Кирова, то как же видит откровение в третий год? Но, думаю, что в первом месте означается не время определенное и жизнь блаженного Даниила не ограничивается первым годом царствования Кирова. Да и там сказано не собственно до первого, но до одного года царствования Кирова. И мне кажется, что пророк Сим хочет читающим пророческое писание показать, что дожил он и до Кира царя Персидского, который, сделав свободными пленных иудеев, повелел им, если кто хочет возвратиться в Отечество и воздвигнуть божественный храм. А сие дает ясно нам ведь и святой ангел, вскоре после сего вступивший в беседу с Даниилом, ибо говорит, и было первое лето Кирова стал в державу и крепость. 11.1 То есть едва только воцарился Кир, как употреблены мною все меры, чтобы освободить народ из плена. И в конце книги сказано, принял Кир Персиане царство, и был Даниил сожительствующий с царем и славен более всех друзей его. 14.1 Так по всему оказывается верным сие число. Третье лето. Поэтому в третий год Кира царя Персидского было откровение Даниилу, который назывался именем Валтасара. Истина была это откровение и великой силы. Он понял это откровение и уразумел это видение. Порок справедливо называет сие словом и видением, потому что видел святых ангелов, слышал их беседующих и в точности дознал будущее. Сказу же, что слово истина, чтобы все без сомнения прияли, что будет изречено. В эти дни я, Даниил, был все этого не три седьмицы дней. Вкусного хлеба я не ел. Мясо и вино не входило в уста моей, и мастями я не умощал себя до исполнения трех седьмиц дней. Необходимо исследовать причину плача, потому что пророчество неясно означает то. Во-первых, не настало никакого повода к печали. Царь был кого-то как человеколюбив, чтил божественное, высоко ценил приязнь Даниилову и весь народ по благости царя наслаждался миром, вернее же сказать, если угодно кому будет внимательно рассмотреть пророчество Иеремии, сказания книги Паралипоминон и писания Езры, то найдет, что Кир в первый год царствования всеми иудеям, кто только хочет, дал позволение возвратиться в Отечество и восстановить божественный храм, а потому для пророка все служило поводом к радости. Но если кто все сие исследует в точности, то найдет, что это самое было причиной скорби Данииловой. Когда царь всем желающим дозволил воспользоваться свободой и возвратиться в Отечество, многие, построив в Вавилоне домы и удерживаемые этими узами, не думая о возвращении своей стороне предпочли чужую. Одни любители благочестия и хранители отеческих законов, пренебрегшие приобретенное ими в Вавилоне, запустение Отечества предпочли самому царству. Сие то для блаженного Даниила и было вино и горьких слез. Ибо видя нелживость Божьей обетования, кроткость и человеколюбие царя, непокорность и необузданность народа, сильно тревожился он в душе и не переставал плакать и проливать слезы. Справедливым может иной спросить, почему же проливая слезы и сеты о других, как о безумных и небрегущих о возвращении, сам пророк не возвратился в Отечество. Но он найдет решение вопроса, обратив внимание на причину пленения. Как пленникам сделать ему попустил Бог не за его собственные грехи, но промышляя о пользе народа и посылая его в плен вместе с иудеями, как бы неким попечителем и наставником, так и во время возвращения, поскольку многие возлюбили поселение свое в Вавилоне, божественный пророк снова вынужден жить с ними, чтобы, лишившись духовного о них попечения, решительно не совратились они в нечестие. Посему-то, хотя державствовавший тогда царь чтил благочестие, оказывал всякое угождение самому пророку и предпочитал его всем другим, блаженный Даниил не подчерпает для себя в этом никакого утешения, но скорбит и крайне огорчается непокорностью народа и забвением его о Святом Граде. Посему-то три седьмины дней проводит без пищи, ибо говорит, вкусного хлеба я не ел, мясо и вино не входило в уста мои. Во все дни сии, говорит он, не прилагал и никакого попечения о теле, не умощал его снаружи, не давал ему пищи внутрь. Прекрасно же и весьма прилично не к мясам, но к хлебу придал это прилагательное, вожделенное, потому что хлеб необходимая пища для всех. Мясо питается одни достаточные, а хлебом, кроме людей достаточных, и самое бедное. Поэтому хлеб назвал вожделенным, как общую пищу, более всякой другой пищи любимую. А в двадцать четвертый день первого месяца был я на берегу большой реки Тигра. Должно заметить и месяц, и дни поста в обличении беззакония иудеев. Закон предписывал в четырнадцатый день первого месяца к вечеру совершать Пасху. Исход двенадцать шесть. Блаженный же Даниил до двадцать четвертого дня пребывал не вкушая пищи. Если иудеи скажут, что не ел хлеба вожделенного, потому что ел опресники, то, во-первых, обличат сим свое тупоумие, потому что хлебом можно назвать и квасный, и квасный. А потом следующие слова пророка совершенно заграждает бесстыдно их уста. Ибо, говорит, мясо, вино не входило в уста мои. Если же не вкушал мяс, то как совершил Пасху? Ибо Пасха не иное что, как единолетний, непорочный, мужеского пола Агнец, к вечеру заколаемый и спекаемый. Поэтому, не вкушая мяс, как мог совершить Пасху? Следственно, не совершил Даниил Пасхе, повинуясь в этом закону, ясно повелевающему совершать три праздника на месте, которые изберет Господь Бог. Поэтому иудеи поступают явно вопреки закону, осмеливаясь совершать сии праздники в земле чужой. Но мы возвратимся к своему предмету. В двадцать четвертый день первого месяца был я на берегу большой реки Тигра. Отсюда снова узнаем, что во времени нет ошибки, потому что пророк и здесь сказал, что видение видел в третье лето, а не в первое. И поднял глаза мои и увидел вот один муж, обреченный в льняную одежду, и чресла его опоясаны золотом из уфаза. Тело его как топаз, лицо его как вид молнии. Слово Вадим в переводе на еленский язык значит весонный, поэтому пророк говорит, что наявившимся видимо была весонная одежда, а пояс из золота, а фаз, то есть из золота самого светлого и чистого. Тело жило как фарсис, то есть уподоблялось отделенному от всякой примеси золоту, доставляемому из фарсиса, ибо и Соломона оттуда привозили самое чистое золото. И чресла его опоясаны, тело его как топаз, лицо его как вид молнии, очи его как горящие светильники, руки его и ноги его по виду как блестящая меч, и глаз речей его как голос множества людей. Лицо его, говорит пророк, издавало светозарные лучи, очи имел, он, говорит пророк, мещащий из себя огонь, мышцы подобные прекрасной меди. И кто слышал его беседующего, тому казалось, что слышит глаз весьма многочисленного народа. И только один я, Даниил, видел это видение, а бывшие со мной люди не видели этого видения, но сильный страх напал на них, и они убежали, чтобы скрыться. Но, может быть, скажет иной, почему убежали, не видясь явления? Вероятно, это то самое и производило в них больший страх, ибо никого не видя, но, слыша громкий голос, имели причину, убоявшись бежать. А ужасом называет здесь пророк не один страх, но и слепоту, ибо сие подобно было тому, что с блаженным Павлом произошло на пути близ Дамаска, потому что и он видел там облиставший его свет, а бывшие с ним ничего не видели, слышали же только голос. Посему также и здесь окружающее божественного пророку, услышав только голос, предаются бегству, и остается он один, ибо говорит, и остался я один и смотрел на это великое видение, но во мне не осталось крепости, и вид лица моего чрезвычайно изменился, не стало во мне бодрости. Такой напал на меня страх от этого видения, что расслабли союзы членов изменился цвет телесной наружности, и не стало во мне никакой крепости. И услышал я голос слов его, и как только услышал глаз слов его, в оцепенении пал я на лицо мое, и лежал лицом к земле. Как скоро услышал я этот громкий голос, говорит пророк, упал низ, и не в силах будучи смотреть на страшное видение, приложил лицо мое к земле. Но вот коснулась меня рука, и поставила меня на колени мои, на длани рук моих. Поставила меня. В этом состоянии ощутил я, говорит порог, как бы чью-то руку, прикасающуюся ко мне и подъемлющую меня, и я, опираясь на колено и на руки, потому что страх привел меня в расслабление, покушался встать. И сказал он мне, Даниил, муж желаний, вникни в слова, которые я скажу тебе, и стань прямо на ноги твои, ибо к тебе я послан ныне. Внимай, тщательно говорит, явившийся произносимому мною, и отложив страх с разумением выслушать, что будет изречено. Я послан открыть тебе это, потому что оказалось, что ты выше телесных вожделений, стал любителем божественного, и по сильной любви к народу возжелал знать, что будет с ним. Называй же явившийся пророка не Валтасаром, но Даниилом, ибо то было халдейское, а это еврейское имя, и последнее дано благочестивыми, а первое предано злочестивыми. Имя же Даниил в переводе на еллинский язык значит суд Божий, а потому пророк соответствует своему имени и самым делом проповедует, что Бог по неуклонному и праведному суду сподобил его пророчественной благодати и соделал через него явным, что будет впоследствии после многих родов. и когда он сказал мне эти слова, я встал с трепетом. Достаточно было слова, чтобы восставить меня, но страха не отложил я совершенно. Но он сказал мне, не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя перед Богом твоим, слова твои услышанных, и я пришел бы по словам твоим. Из всего познаем, сколько поезы приносит нам произвольное самоизнурение. Ибо и блаженный Даниил, изнурив себя произвольным постом, и взыскав Господа, скоро преклонил его на милость и получил, чего желал. Сие открывает ему явившийся от первого дня, говорит он, который подал сердце твое. А сильным на сие доказательство служит тебе мое явление. Я пришел, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения, то есть ради твоих слов и принесенного тобою моления. Но князь сарства персидского стоял против меня двадцать один день. В самый первый день молитвы твоей, говорит он, принято прошение твое, я послал к тебе, но во все дни сии князь царства персидского препятствовал мне прийти к тебе. Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях персидских. Сие яснее показывает нам блаженный Моисей ибо говорит, когда разделял вышние языки, рассеял сынов Адамовых, поставил пределы языков по числу ангелов Божиих, второзаконие 32.8. И Господь в священном Евангелии говорит апостолу, берегитесь за непрезерти одного из малых сих, ибо ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Матфея 18.10. Много же и других подобных мест в Божественном Писании. А из этого познаем, что каждому из ангелов поручено попечение о каждом из нас оберегать, сохранять и избавлять нас от козни лукавого демона. Архангелам же верен надзор над народами, как научил нас блаженный Моисей. Согласно с ним говорит и блаженный Даниил, ибо он скажет о князе царства Персидского и еще через несколько слов о князе Еллинском, и Михаила называет старейшиной израильтян. Поэтому уяснив себе это из слов Даниила из других мест, должно исследовать, почему князь царства Перского по-видимому противится защитнику народа Божия. Всякому сколько-нибудь известно, что естество ангельское не возмущается страстями и исполнено святыне. Отосюду также можно дознать, что ангелы немало не колебе следуют божественным мановениям. Посему как же князь царства Персидского по-видимому противится попечению об израильтянах? Если пожелает кто тщательно вникнуть, то найдет смысл сказанного. Ибо князь Перский и князь Еленский, которым поручено хранение персов и еленов и попечения о них, как с любовью благорасположенное к народам, о которых имели попечение, в виде беззакония израильтян, необходимо огорчались, примечая, что израильтяне пользуются большим о них промышлением, потому что не знали тайны сокровенной в сотворившем все Бога. Но того человечея не уже спасителя нашего, как сказал блаженный Павел, открыто началом и властям на небесах церковь многоразличная премудрость Божия. Ефесянам 3.10 Посему не знаю сей тайны и видя великое Божие промышление об Израиле, обязанное иметь попечение о других народах, огорчались, особенно когда примечали, что израильтяне после закона и пророков после преподанного им учения и явленного о них попечения ведут себя хуже посомых ими народов и заражены большим числом пороков. Сей сказал блаженному Даниилу явившийся ангел и князь царства персидского стоял против меня двадцать один день, то есть все сии дни продолжал и убеждать его я, что израильтяне справедливо удостоены промышления о них, защищал же их со мной и Михаил, один из первых князей. Итого говорит он оставил там с князем царства персидского при царях персидских. А теперь я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим в последние времена, так как видение относится к отдаленным дням. И как пошел я к тебе, говорит, явившийся предизвестить тебя, что неподолгом времени будет с народом твоим. Михаил остался беседовать с князем царства персидского, и не просто сказал с князем перским, но с князем царства перского, то есть с тем, кому верена власть над самим царем персидским. Когда он говорил мне такие слова, я припал лицом моим к земле и онемел. Ибо услышав, что и первый из ангелов огорчается оказываемым попечением о народе, снова исполнившись печали, стоял поникший лицом и смея возвести взоров. Но вот некто по виду похожий на сынов человеческих коснулся уст моих, и я открыл уста мои, стал говорить и сказал стоящему предо мною. Господин мой, от этого видения внутренности мои повернулись во мне и не стало во мне силы. И как может говорить раб такого господина моего с таким господином моим, ибо во мне нет силы и дыхание замерло во мне. Увидел, говорит пророк, что снова весь я в мучительном борении, как бы человеческой рукою прикоснувшись к кустам моим, вложил в меня силу говорить и сказал я ему, одно воззрение на тебя сделало меня лишенным всякой силы, смятением и смущением наполнило душу и отняло у рассудка прежнюю благораспорядительность мыслей, потому что страх привел меня в великое изнеможение и не мог я перевести по обыкновению дыхание. Поэтому как же мне быть в состоянии выразуметь вещаемое тобою или дать приличный ответ, но никто не подумает, что явившийся Даниилу есть сам владыка, потому что Даниил нарицает его господом. Ибо сам явившийся при конце видения простерша руки свои на небо, как сказано, клялся живущим господом. 12.7 благопризнательно признавая рабство свое, посему пророк называет его господом, не как бога, но воздавая подобающую честь, потому что мы, беседая с почетнейшими, с почтеннейшими людьми, имеем обычай употреблять сие приветствие. Так и блаженный Авраам узрел ангела в образе мужей, ведя с ними речь, как с мужами, сказал, прошу тебя, Господи, если обрек благодать перед тобой, не прови мимо раба твоего. 18.3 Бытие И блаженный Ревекка домочадцу блаженного Авраама говорит, пей, господин, и верблюдам твоим налью. Так и здесь слово Господь не означает Бога всяческих. сие и с нею узнаем в конце, а между тем будем продолжать по порядку. Тогда снова прикоснулся ко мне тот человеческий облик и укрепил меня и сказал, не бойся, муж, желаний, мир тебе, мужайся, мужайся. И когда он говорил со мной, я укрепился и сказал, говори, господин мой, ибо ты укрепил меня. То есть немало не тревожься, ни к палубе твоей предстал я, но чтобы сделать тебе известным то, что желал ты знать. Потому отложил страх, мужайся, укрепись, и за словом последовало дело. И он сказал, знаешь ли, для чего я пришел к тебе? Теперь я возвращусь, чтобы бороться с князем персидским, а когда я выйду, то вот придет князь Греция. Впрочем, я возвещу тебе, что начертано в истинном Писании, и нет никого, кто поддерживал бы меня в том, кроме Михаила, князя вашего. Что говорит, ведет речь, явившийся Даниилу, об одном или о двоих, о князе перском или еленском, чтобы доброе что-либо было народу вашему, сие, конечно, по причине великого его беззакония, неугодно всем силам небесным, кроме одного Михаила, которому поручено попечение вас. А слово бороться, явившись, употребил значение разглагольствовать и убеждать, желая показать и справедливое негодование одного на народ, и благоволение другого к народу. И вероятно, что беседующий с Даниилом есть святой Гавриил, потому что он истолковал пророку и другие откровения. Глава одиннадцатая пророка Даниила И было говорить явившееся пророку, «Итак, я с первого года Дария Мидянина стал ему подпорою и подкреплением. Немедленно после того, как воцарился Кир, и исполнилось определенное время для плена, крепко стоял я, пока не домогся отпущения и освобождения народу. Теперь возвещу тебе истину. Вот, еще три царя восстанут в Персии, потом четвертый превзойдет всех великим богатством, и когда усилится богатством своим, то поднимет всех против царства греческого». После Кира восстарился Камбис, преемствовавший ему маги, царствовали десять месяцев, после них царствовал Дарий истасп, и четвертый, говорит, явившийся, разбогатеет богатством великим более всех, разумеет же, к сергсу, сына Дария его. И когда усилится богатством своим, то поднимет всех против царства греческого. О нем напоминает и неприявшие нашего учения бытосказатели, и писатели, и совисты, и риторы, и повествует о горделивом его походе и постыдном возвращении. Потом, явившийся, сказав вкратце о делах персидских до Ксеркса и умолчав о царствовавших после него, как о царях менее сильных, обращает речь к царю македонскому и говорит, «И восстанет царь могущественный, который будет владычествовать с великой властью и будет действовать по своей воле». Но когда он восстанет, царство его разрушится и разделится по четырем ветрам небесным и не к его потомкам перейдет, и не стоя власти, с какой он владычествовал, ибо раздробится царство его и достанется другим, кроме этих. Ибо после того, как Александр, о чем говорили мы уже прежде, приял царство, можно сказать, целой вселенной, и потом подпал общему для всех людей к концу, царство его разделилось на четыре части, как говорили мы о том уже неоднократно. Божественный Архангел на счастье всего сказал еще так «и разделится по четырем ветрам небесным и не к его потомкам перейдет и не стоя власти, с какой он владычествовал». А сказанное им имеет следующий смысл. Александр царствовал целые двенадцать лет, в последние шесть лет сокрушил царство персидско-египетско и покорил себе все между онами живущие народы. Потом Архангел сказует, что те, которые воцарятся после него, не окажутся подобными Александру. Ни силой, ни властью, какую приобрел в последние годы, сей и выражает словами в последние свои, но не во власти своей, которую овладел. Ибо раздробится царство его и достанется другим, кроме этих. Ибо, говорит Архангел, не между сими только четырьмя разделено будет царство, но дано и другим, кроме их. Царство не их. Перс Арсак силу и оружие достиг царской власти и приобрел некоторую часть персидского государства. От его и до настоящего времени цари персидские называются Арсакидами, тогда как прежние именовались не Арсакидами, но Ахаменидами. Да и римляне, когда Македонское царство разделилось, имели большую силу и именно брали дань всех самых царей. Так, предуказав разделение, Архангел оставляет без упоминания двух царей, потому что азийский и македонский царь существовали недолгое время, сверх же того, иудеи не терпели от них ничего скорбного, а упоминает только о двух царях, от которых иудеи испытали тяжкие бедствия. Таковы царь Египетский и царь, возобладавший народами, обитавшими на Востоке, где столицами были Антиохия и Вавилон. Надлежит же нам прежде изложить содержание того, что будет изречено, а потом коснуться подробного истолкования. У козла, которого видел блаженный Даниил, по сокрушению одного рога выросло четыре рога, именно сие четыре царя. От одного из них произошел другой рог, который сильно одолевал во браниях Египет и подверг народ иудейский тысячам бедствий. Рогом же этим означается Антиох Епифан. Видел также блаженный Даниил четвертого зверя, имевшего десять рогов, между которыми вошел рог малый, имевший у себя очи и уста, говорящие высокомерно и сотворившие брань со святыми. Из этого дознаем еще, что при конце римского царства в одно и то же время восстанут десять царей, которые причинят друг другу много зол, и будет одно царство входить с другим в противоборство, как поступали цари македонские. И когда будет сие происходить, явится человек беззакония, сын погибели, то есть антихрист. И поскольку последнее событие римского царства подобно разделению царства македонского, то блаженный Даниил извещается вместе о том, что будет в том и другом случае. Иное из того, что будет изречено, относится к македонянам, а иное к будущим десяти рогам и к тому, который изникнет между ними. И что сие действительно так дознаем из самого пророчества. Посему надлежит нам вникать со всей тщательностью и надлежит надлежащим образом различать, что приличествует одним и что другим. В образе же сему имеем евангельское учение. Ибо когда Господь сказал апостолам о храме Иерусалимском, истинно, истинно, говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разорено. А потом апостолам спросили, когда это будет и какой есть признак твоего пришествия. Поскольку предложили они двоякий вопрос, и Господь дает ответ нераздельно, говоря вместе о том, что будет при кончине мира. Но повинники божественного ясно различают приличествующие и тем и другим временам. Так будем поступать и здесь, приводя на то надлежащее доказательство. посему посему беседующий с блаженным Даниилом, открыв ему, что царство разделится на четыре части, и умолчав о двух царях, разумеем, македонского и азийского, или гелеспонского, как существовавших малое время, и всего менее причинивших скорбей, иудеям продолжает. «И усилится южный царь и один из князей его, пересилит его, и будет владычествовать, и велико будет владычество его». Разумеет архангел Птоломея Филопатора, который не удовольствовался царством египетским, но присоединил к своему царству и Финикию, и Самарии, и Иудею, а едином князе его, укрепившим называет скопу, о котором упоминает и еврейский писатель Иосиф, и который был доблестным военачальником, многое не принадлежавшее царству Птоломею покорил Птоломею. «Этим-то давай разуметь, говорит архангел, и обладает усилится южный царь, и один из князей его пересилит его, и будет владычествовать, велико будет владычество его». То есть возобладает многими народами, бывшими вне пределов его власти. Но через несколько лет они сблизятся, и дочь южного царя приимет, придет к царю северному, чтобы установить правильные отношения между ними. По кончине Птоломея Филопатора царствовал сын его Птоломеи, прозываемый Епифаном. Это архангел выражает словами «соединяться, придет, сблизится». Показывая же, как смесяться, говорит, дочь царя южного пойдет к северному царю, чтобы сотворить завет с ним. Царем северным называет архангел Антиоха, не Епифана, но именуемого великим, отца Антиоха Епифана, потому что он был современником тех Птоломеев. Но она не удержит силы в руках своих, не устоит и род ее, но преданы будут как она, так и сопровождавшие ее и рожденные ею, и помогавшие ей в те времена. Хотя брак, говорит архангел, и будет заключен, но сожительство продлится недолго, вступившее в брак отдано будет приславшему ее, через тех самых, которые приведут ее и совсем тем, что принесено ею. Сие выражает слова «На восстанет отрасль и рожденный ей, помогавший ею в те времена», то есть богатство, делающее брак крепким и вожделенным. «На восстанет отрасль от корней ее, придет к войску и войдет в укрепление царя северного и будет действовать в них и усилиться, говорит архангел, то есть, хотя вот она будет родителю, но родит царя, который воспротивится царству, давшего ее, придет в силу. Силу архангел называет Иерусалим, как удостаиваемые Божьей благодати, и совершаемых по временам чудес, доказывающие Божьей силу». Исией изъяснила нам третья книга Маковейская, и вот Толомей сверхсякого отчаяния, победив Антиоха Великого, пришел в Иерусалим и принес Богу многоценные жертвы, но, покусившись войти во святилище храма, и когда Иерея отклоняли от всего своими просьбами, не захотев уступить им, поражен был невидимыми бичами, после же угроз, сделанных иудеем, возвращается он в Александрии и предприемлет сделать то, о чем извещает история. Сието и предсказывает пророчество. Войдет в укрепление, войдет в силу, утверждениями архангел называет города, вносящие дань царю, потому что как бы утверждением и опорой царству служатся носимые дани, из которых дается пропитание воинской силе. И усилится даже и боговых и стуканые с драгоценными сосудами, их серебряными золотыми увезет в плен в Египет и на несколько лет будет стоять выше царя Северного. В первом и втором сражении одержали победу Птоломея, как показывает история Иосифа, говорит так, в царствах они в Азии Антиоха Великого много бедствовали и сами иудеи по причине опустошения земли их и населявшие Келесирию. Ибо когда Антиох вел войну с Птоломеем Филопатором и с сыном его Птоломеем по прозванию Епифаном, они страдали и одинаково терпели от него и победившего и разбитого. И через несколько слов Иосиф продолжает, победив Птоломея Антиох занимает иудею. По смерти же Филопатора сын его выслал сильные войска и военачальника скопу на занимавших Келесирию. Он овладел у них многими городами и нашим народом. Потому что куда не вносил войну, все прилагалось к нему. Но в скором времени Антиох победил скопу, сразившись с ним у истоков Иордана и разбил многочисленные его войска. А впоследствии, когда Антиох занял в Келесирии города, которыми владел скопа, и Самарию, иудеи добровольно приложились к скопе, спустив города, войску и слонам его доставляли всякое обилие и оставленному скопой в Иерусалимской крепости охранному войску усердно помогали против осаждающего. Но чтобы выписывая и прочее не продлить сверхмеры сочинения, желающего отсылая к истории Флавия Иосифа. Стих 9. Хотя этот и сделает нашествие на царство южного царя на возвратиться в свою землю. Потом вооружатся сыновья его и соберут многочисленное войско, и один из них быстро пойдет, наводнит и пройдет, и потом возвращаясь будет сражаться с ним до укрепления его. Сынами его называются предводители воинства, как все люди сынами человеческими, и пророки сынами пророческими, потому что сей образ сворожания свойствием еврейскому языку. И войдет, как потопляющий, то есть силой стремясь, все истеребляя подобно потопу. Со всей силой нападет на Египет, перенесет войну в страну эту, и немедленно расположится станом. Архангел превоскупляет к этому. И раздражится южный царь и выступит, сразится с ним, с царем северным, и выстоит большое войско, и предано будет войско в руки его. И ободрится войско, и сердце царя вознесется, он не изложит многие тысячи, но от этого не будет сильнее. Царь южный, говорит, архангел, противопоставит многочисленное войско, но антиох победит и приведет многих в подданство, и как победитель возгордится и побьет многие тьмы, однако же не одолеет Египта и не овладеет Птоломеевым царством, потому негодуя, как сказано снова, и ободрится, и царь северный возвратится и выстоит войско, больше прежнего, и через несколько лет быстро придет с огромным войском и большим богатством. Потом, говорит архангел, собрав больше прежнего войска, антиох устремится на Египет, сделает же это в конце своего царствования, ибо сие означает слова «наконец времен». Здесь обычный евреям усугубление речи придет входом в силе великой, и с ним выражается, что сделает величественное вшествие. Такой же образ выражения свойственный евреям и сириянам, те и другие обыкли говорить, входя вошел, исходя вышел, поедая, поела, употребляя другие подобные этим выражения. Посему и переводчики, соблюдавшие наибольшую точность, следовали с ним своеобразностям еврейского языка. В те времена многие восстанут против южного царя, и мятежные сынов твоего народа поднимутся, чтобы исполнилось видение царя, и падут. Так Птоломея, побараемого антиохом, как уже бессильного, презирать будут и соседи. И воздвигнуться из не могут, здесь сынами губителей назван опять людей, назвал пагубных, ибо, говорит, люди лукавые и злонравные. Жизнь, зачастивые, предпочитающие благочестие, покусятся с помощью сих царей, не спровернут законные богослужения и не возмогут, потому что цари, будучи менее нечестивы, продолжали благоприятствовать иудейскому народу. И придет царь северный, устроит вал и овладеет укрепленным городом и не устоят мышцы. Юга, не отборное войско его, не достанет силы противостать. Собирая наилучших воинов, немало тем не поможет себе. И кто выйдет к нему, будет действовать по воле его, и никто не устоит перед ним. И на славной земле поставит стан свой, и она пострадает от руки его. Легко будет уже всякому презирать его, потому что несостояние он будет противоборствовать противникам преодолевать их. Станет на земле Савир, по иным спискам читается на земле Саваим. Некотор же еврейское слово, переводя на язык еленский, землю Саваир назвали землей хотения, означает же архангел землю обетованную, как подлинно землю хотения, Егору Сион, который возлюбил Псалом 77-68, который благоволил Бог, на которой жить 67-17. А Саваим толкуется земля силы, посему землей благоволения или землей силы названа иудея, потому что архангел и выше назвал ее силою, и здесь именует Саваим или Савир, и говорит, что Царь Северный войдет и в эту землю и на славной земле поставит там свод.